Что такое академическая грамотность? У каждого есть свои интуитивные представления о грамотности. Академическую грамотность можно представить как некий комплекс навыков и компетенций, связанных с передачей знания. Причем под словом «передача знания» мы понимаем не просто передачу информации. Это может делать любое механическое устройство, но передача знания – это трансформация информации с одного уровня на другой. Обычно в связи с завидным австралийским ученым Биллом Грином в академической грамотности выделяют три аспекта. Операционная грамотность – это грамотный, понятный, ясный язык, посредством которого мы передаем знания. Второй аспект – это культурная грамотность, то есть набор культурологических понятий, общепринятых норм, стандартов, приемов, умение осуществлять коммуникацию на языке той группы, кому предназначено знание. В нашем случае это прежде всего богословская лексика и, конечно, общая академическая подготовка. И третий аспект – это критическая грамотность, это умение мыслить самостоятельно и критично, анализировать, синтезировать, излагать результаты своей работы. Фактически это понимание того, как создается и интерпретируется знание. Например, это умение понять, что подразумевает автор статьи или научной работы. Понимание не только того, что сказал автор, но и того, что он хотел сказать. Таким образом, курс академической грамотности призван помочь студентам выработать навыки учебной деятельности, познакомить с методиками богословских, исторических и других видов исследований, освоить методы аналитической работы, научиться подавать академическую информацию и, в конце концов, усвоить вкус непрерывного обучения. Ну как? Готовы к подъему на такую высоту? Может быть, для кого-то это звучит слишком высоко и недоступно, но на самом деле это реальность повседневной научной жизни. Это поиски и освоения нового знания. Наш курс предназначен для студентов всех уровней обучения. Для тех, кто только знакомится и делает первые шаги в начальном богословском образовании, предлагается так называемый церковный уровень. Пройдя этот уровень, студент сможет как бы повторить и освоить эту же тему на более высоком бакалаврском уровне. А обретя знания бакалавриата, он сможет углубиться в этой же теме на магистрском уровне. Таким образом, каждая тема курса подается на трех уровнях обучения. В курсе «Академическая грамотность» семь модулей. В первом и втором модули вы познакомитесь с самой идеей обучения, с видами обучения и библейскими подходами к процессу обучения, а также научитесь планировать учебную и научно-исследовательскую деятельность. Эту часть курса с вами проведет кандидат психологических наук, преподаватель Евразиатской богословской семинарии Татьяна Горбачева. Третий, четвертый и пятый модули посвящены процессу получения, обработки и изложения полученных знаний. Во время их изучения вы поймете, что такое академическое чтение, как правильно и быстро читать, какие виды письменных работ встречаются в академическом мире и как подойти к их написанию, чтобы обрести вдохновение и как настроить компьютер на быструю и эффективную работу, как, в конце концов, оформить академические работы в соответствии с национальными стандартами, чтобы быть понятными в окружающем нас академическом мире. Вы рассмотрите понятия плагиата и поймете, как правильно пользоваться цитированием. И много другой полезной и важной информации вы найдете в этой части курса. По сути, эти модули являются ключевыми и важнейшими в нашем курсе. Вы освоите академическое чтение, умение находить, оценивать информацию и анализировать прочитанное. Академическое аудирование, умение слушать доклады, выступления, лекции, выделяя основные мысли. Вы освоите академическое письмо, умение строить гипотезы, делать выводы, организовать и структурировать собственный текст. Над этим материалом работал большой авторский коллектив, а наибольший вклад внесли Валерия Чернобай и кандидат исторических наук, преподаватель Львовской богословской семинарии Михаил Макиенко. Заключительная часть курса состоит из 6-7 модуля. Здесь вы узнаете, как подавать академическое знание, что такое академическая речь, презентация, семинар, симпозиум, как вести академическую дискуссию, а также, что такое онлайн-обучение, в чем его особенность, необходимость. Эту часть курса разрабатывал Александр Спичак. Всего на прохождение курса вам понадобится 12 недель, если вы будете заниматься по 5 часов в неделю. Всего 5 часов в неделю. Можно разделить это время на две порции, можно заниматься по часу в день, можно попробовать вместить все 5 часов в один день недели, хотя это нежелательно. Но мы призываем вас к ответственности и самодисциплине. И в конце 12 недели, выполнив все задания и пройдя все этапы этого увлекательного онлайн-путешествия, вы получите сертификат на 3 баллонских кредита. Но начать онлайн-обучение мы предлагаем с так называемой пропедевтики, то есть с предварительного обучения или подготовительной части нашего курса. Это серия видеосюжетов, которые помогут вам заниматься онлайн. В них вы увидите, как правильно учиться в нашем курсе, то есть в какой последовательности изучать материал, как выполнять разные виды заданий, как пользоваться чатом и нашими форумами, какие требования предъявляют авторы курса к студентам и много других простых, но полезных вещей. Может быть, большинство из того, что показано в этих сюжетах, вы уже знаете, но не пренебрегайте инструкцией. Давно установлено, что программисты, которые пользуются инструкцией, могут освоить продукт 2-2,5 раза быстрее, чем те, которые полагаются на свой опыт и осваивают нечто новое методом так называемого научного тыка. Поэтому не посчитайте это упражнение за слишком простое и не пропустите его. Блаженны те, кто смиренно соглашается со своим незнанием и потому становится открытым к новому познанию. Итак, друзья мои, желаю вам благословенного и приятного прохождения курса «Академическая грамотность». Продолжение следует...